Сегодня Россия предупредила США, что все попытки обстрелов российских подразделений со стороны сирийской оппозиции будут жёстко пресекаться. Об этом сегодня рассказали в Минобороны. Накануне в результате провокации американских спецслужб под хамой 29 сотрудников российской военной полиции оказались в окружении боевиков. Для деблокирования и освобождения наших военнослужащих в условиях боевых действий в составе сил специальных операций была создана и действует специальная группа. В итоге все российские и сирийские военные вышли из кольца. Подробности операции и её участники сегодня раскрыли нашему спецкору Александру Руденко. Миномётный обстрел продолжается. Не прекращается просто. Это первые минуты боя между террористами Джибхата Нусра и нашей военной полицией. Раннее утро в провинции Идлиб. В окружении 29 российских полицейских и отряд сирийских военных. Полчаса плотного огня и на позициях первые раненые. Быстрее, прямой гол достать! Есть, есть! Прямое попадание в расположение, когда крыша обвалила. И раненых садыков понесли. Старший льти над Самойлом начал оказывать первую медицинскую помощь. Пыль от миномётного дождя боевикам дала преимущество. В дымовой завесе бандиты успели подойти вплотную к позициям российской военной полиции. Огонь начали вести из крупнокалиберных пулемётов, которые, впрочем, быстро замолчали. Вак практически был разбит, уничтожен. И у нас была возможность погрузить военнослужащих, раненых, и личный состав в капсулу, и убыть в пункт постоянной дислокации. Военные полицейские, попавшие в переделку, живы и сейчас на базе под Хамой. Показывают технику, на которой эвакуировались. Камазы и Уралы словно решето. Всю технику отряда российской военной полиции террористы буквально нашпиговали свинцом. Об интенсивности огня можно судить вот по этой водовозке. Вся водительская кабина пробита пулями. Спущенные шины и гигантская дыра в баке от попадания 120-миллиметровой мины. Для деблокирования и освобождения наших военнослужащих в условиях боевых действий в составе ССО была создана и действует специальная группа. Люди, чьи лица показывать нельзя, демонстрируют каску. Пуля прошила её насквозь, не задев головы и застыла. Счастливчик – боец отряда сил спецопераций. Он и ещё 15 человек создали коридор для эвакуации полицейских. Семь часов бои вели с многократно превосходящим числе и технике противником. При поддержке нашей авиации, штурмовиков и ударных вертолётов. Били со всех орудий, били грады, баллонамёты. Потери боевиков исчисляются сотнями. Несколько десятков техники уничтожено. С нашей стороны жертв нет. Раненых всего три человека. Чудо плюс наш командир. Ему моя жена позвонила, передала большой респект через меня. Молодец. И все, любой родственник скажет, что молодец, командир. Что все живы, целы, здоровы. Я бы не сказал, что это удача. Скорее всего, это слаженные действия личного состава, который уже бывал в подобных ситуациях. То есть это не чудо? Нет. Я в чудеса не верю. Не верят в чудеса и в Министерстве обороны России. В ведомстве уже заявили, что атака боевиков Джипхата Нусра не что иное, как провокация. И инициировали её американские спецслужбы. Сделано это было специально, чтобы замедлить продвижение сирийской армии на другом направлении, к востоку от Дейрызора. Так или иначе, провокация не достигла результатов. Александр Руденко, Дмитрий Вишкевич и Андрей Юрчук. Вести из Сирии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова